Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Сегодня вкратце, но о двух самых главных аспектах ситуации, связанной с пандемией коронавируса. О здоровье и об экономике. Сначала про здоровье. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции Тверской области сегодня сообщил о том, что в нашем регионе сегодня подтверждено 42 новых случая COVID-19. Это данные по лабораторным исследованиям, подчеркну, за последние два дня. Как видим, прирост заболевания идет более быстрыми темпами, но специалисты связывают это в первую очередь с возросшими объемами тестирования. Это как в любимой поговорке медиков, что нет здоровых, есть недообследованные. Ну и кроме того, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. Вот с 14 апреля процесс идет уже на уровне нашего региона. И еще пара важных деталей. Большая часть заболевших – это контактировавшие с жителями региона, у которых ранее был подтвержден коронавирус. И еще все заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Обследуются и люди, находившиеся в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус. Ну и всего на настоящее время в регионе подтверждено 117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Три заболевших, напомню, выздоровели и выписаны из больниц, ну а 114 человек проходят лечение. Обследовано на сегодняшний день более 10100 человек. За последние сутки почти тысячи человек обследовано. Особенно внимательными надо быть при контактах с гражданами, вернувшимися из-за рубежа, так как основной приток идет как раз оттуда. Они должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон горячей линии. Мы его уже называли 8 800 3 3 93 72. Об этом напоминает пресс-служба правительства Тверской области. И это, надо сказать, крайне важно. Ибо, как оказалось, в России большое число зараженных коронавирусом являются бессимптомными носителями COVID-19. Это очень опасно. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в ряде регионов Российской Федерации число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%. И в пример привела Московскую область, где эта цифра достигла уже 52%. То есть более половины зараженных носителей не знают даже об этом. У некоторых бессимптомных больных коронавирусное заболевание развивается очень стремительно. Начинается с легкого кашля, а потом буквально через несколько дней все заканчивается реанимацией. И еще, по ее словам, Россия сегодня находится уже в глубоком этапе развития этой болезни. Что ж, мы ждем перелома в этом процессе. И не просто ждем, а содействуем этому, соблюдая дисциплину и другие известные меры профилактики, о которых мы уже очень много говорили. И теперь пара слов об экономике, как я уже говорил. Крайне негативное влияние эпидемии коронавирусной инфекции и связанных с ней карантинных мер на экономический рынок пока не поддается точной оценке. Но предварительные итоги говорят о том, что мир, по оценке ведущих экономистов, ожидает самый глубокий кризис со времен Великой депрессии. Так, по убеждению экспертов МВФ, если во многих странах карантин из-за коронавируса будет продлен и во втором полугодии, то спад мировой экономики усилится аж в два раза. Мы уже много программ посвятили мерам поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, обсуждали это с предпринимателями, обсуждали эффективность мер, но не все проблемы удалось снять по сию пору. Основная их суть в том, что несмотря на довольно солидные ресурсы, которые государство выделяет на поддержку предпринимателей, их сотрудников и опосредованных членов их семей, пока нет четкой синхронизации между запросами одних и возможностями других. Ну а еще не отлажены процедуры, механизмы оказания этой поддержки. Однако этот процесс идет. В то же время и сам бизнес в это непростое время должен проявлять, ну как минимум, добросовестность, чтобы не было таких случаев, о которых мы рассказывали в новостях, когда в наш город приезжают рабочие разных национальностей из других регионов и без соблюдения мер предосторожности в Черную шабашничают, буквально в центре Твери, в районе привокзальной площади. Этот случай сегодня выявили участники рейда, промодимого при поддержке Общероссийского народного фронта. Такой безответственный подход может перечеркнуть все усилия по предотвращению распространения опасного заболевания. Поэтому будьте ответственны, сегодня это жизненно важно. Всего доброго и до встречи.